Мелочи жизни Мелочи жизни Мелочи жизни Что мы можем сделать для того, чтобы не голодали наши пернатые друзья? Но самое простое, что мы можем сделать, это сделать кормушки для них. Но опять же, кормушки нужно сделать с умом, потому что хоть и на всех птицах сказывается мороз, самая главная проблема, с которой они зимой сталкиваются, это голод. И часть птиц, которые в городе остаются, они на самом деле могут найти себе пропитание самостоятельно. А есть часть птиц, которые действительно в этом нуждаются. А кто именно нуждается? Насекомоядные птицы, которые не улетают в топлив. Насекомоядные – это кто? Кто относится к нас? Синица. Синица. Воробьи, голубь, ворона. Ну, голубь и ворона, их можно, думаю, меня поддерживают. Это всеядные птицы, а воробьи – зерносемяядные птицы. То есть они питаются различными семенами трав. Ну, в общем, как и синичкам, воробьям, я думаю, тоже сложно найти зерно вот так вот зимой под снегом. То есть тоже получается, что без нашей помощи, без человеческой, они не очень-то обойдутся. Ну, я думаю, что синицы, они все-таки нуждаются в большей поддержке. Синицы в большей поддержке, да. Кормушки. Давайте вот, поскольку мы будем сегодня их подкармливать, мы не будем просто так сидеть, мы будем разговаривать и произведить некие действия руками. Я думаю, что вот кормушку, самую простую кормушку из пятилитровой бутылки мы поручим соорудить Артему. Мужчина пусть сделает грубую мужскую работу. Хорошо. Оля, вам мы поручим сделать такую вот оригинальную кормушку. У меня тут у нас сегодня прямо кружок умелой руки. Вот это вот, друзья, эластичный бинт, то есть бинтик, который надевают на ранки. Я думаю, все его видели, он с сеточками, и из него можно сделать прекрасную кормушку для птичек. Оля, берете бинтик, его можно задекорировать, то есть это не только функционально, но еще и красиво. Завязывайте бантик с одной стороны бинтика, это бантик с другой стороны бинтика, а в бинтик мы накладываем вот эти вот орешки. Орешки, семечки. Ну а я, друзья, буду заниматься совсем уже, совсем уже таким вот, сказала бы я грязным делом, но оно все-таки полезное, это дело, потому что я буду готовить так называемый кормовой шар для птиц. Из чего он готовится? Зерно-смесь, то есть сюда входят семечки, овес, пшено, орехи, арахис, крупа и хлебный мучной клейстер. Это готовится все своими руками, дома завариваете в кипятке небольшое количество муки, и вот у вас такой получается клейстер. Я еще сюда добавила немножко меда для того, чтобы этот шар получше слипся. Вот, ну пока мы все это готовим, Оля, я прошу все-таки вот вас рассказать, что надо делать для того, чтобы птичкам в городе жилось хорошо зимой. Так, ну мы с ребятами вот, например, в нашем кружке, что мы делаем, и может сделать каждый житель Екатеринбурга, это сделать правильную кормушку. Что значит правильно? А вообще зачем кормить птиц? Их надо кормить? Неужели они вот сами не могут? Ну вот живут же птицы в лесу или там, где нету человека. Ну, я считаю, что вот синиц, именно синиц вот насекомоядных птиц подкармливать все же нужно не кормить именно, а именно подкармливать. В чем здесь разница? В том, чтобы они, ну, не приучались, что ли, к постоянному ресурсу халявному, так скажем, да? Вот, кстати, есть такое мнение, что если подкармливать птичку, постоянно вот кормушку вешать, то однажды, забыв насыпать туда корма, птичка прилетит и может погибнуть от голода. Это действительно так? Она может погибнуть? Ну, действительно, да. Если птицы, они привыкают, что в постоянное, в постоянном месте, в постоянное время, там в 9 часов утра, допустим, дети вот у меня идут в школу и насыпают корм. Птица привыкла, ну, у нее вырабатывается своего рода рефлекс. Условный рефлекс. Здесь дают еду. Да, да. И когда она прилетает и еды там нет, она уже сидит и ждет. Вместо того, чтобы не терять драгоценное время и самой отправиться на поиски корма, она просто сидит и ждет, когда еда волшебным образом в кормушке появится. Так, ну вот Оле, Оле, что это там получается? Я думаю, надо добавить семечек. Артем, расскажи, пожалуйста, вот есть какое-то правило при изготовлении такой? Абсолютно никаких правил. Абсолютно никаких правил. То есть вся эстетика это только для нас с вами, чтобы нам было красиво. А птицам, чтобы было удобно? Абсолютно все равно. Вот, к сожалению, я уже сейчас, у меня вот руки уже в корме для птиц, но вот я, например, приготовила специальную трубочку для того, чтобы на острый край разреза бутылки эту трубочку надеть. Нет, не нужно. Но птички же могут, вот им же неудобно держаться за этот острый край. Вот, они прыгают и по камням, и по стеклам. Но прыгать прыгают. И никакого дискомфорта не испытывают. Единственное, делаются маленькие дырочки для того, чтобы туда не влезли ни голубь, ни ворона. То есть это делается размером? Да, для воробьинных птиц. Для маленьких? Да. А вот какие-то птицы из леса могут, например, прилететь сюда? Вот часто бывают в городе совы, еще какие-то? У нас в городе можно фактически встретить все, что обитает в лесу. Ну, разве за исключением тетеревинных птиц, которые уж совсем... А почему они сюда? Они тоже в поисках птичей? Да, совы, особенно осенью разлетается молодняк в поисках новых мест обитаний. А во второй половине зимы, значит, в лесу совсем все плохо становится. То есть, когда первые оттепели, по ночам заморозки, образуется наст. То есть, сова ту же мышь слышит, но у нее не хватает массы пробить ледяную корку, начинает голодать, начинает в поисках лучших мест, вот, влетают в город. А кто, вот, кто больше, у кого больше шансов выжить? У тех, которые городские или те, которые пришлые, вот они прилетели в поисках лучшей жизни? Ну, те, которые городские, они жили и живут. Те, которые лучшей жизни в зависимости от того, что они ищут. Не, ну, между ними соперничество... Если стоять дроздов, а вот как-то не замечено, чтобы там, допустим, прилетают у нас дрозды, свиристели и щуры. Все питаются плодами дикой яблони. Ну, как-то вот, чтобы кто-то кого-то гонял, вытеснял. Только у вас не было замечено таких птичьих войн? Нет, птичьих войн не было замечено. Вот я хочу по поводу сов заметить. Совы, наоборот, они в городе в таком невыигрышном положении, потому что на них часто нападают вороны. То есть, все-таки городские жители лесных на свою территорию, получается, не пускают. Несмотря на то, что совы вроде хищники сильнее. Оля, что у вас с кормушкой? Так, кормушка у меня, в общем-то, уже готова, но я умышленно сюда не положила семечки. Так, почему? По той причине, что семечки жареные. Птиц с жареными солеными семечками подкармливать нельзя. Дорогие друзья, это действительно так. Эти семечки были куплены буквально за несколько минут до эфира для того, чтобы вам показать, как это можно сделать. И то же самое касается и арахиса, и сала, если салом синицы подкармливают, тоже не соленые, не перченые, не копченые. Самое-самое простое, обычное. Оля, у вас вот еще, во-первых, вот я вижу кусок сала. Давайте покажем и расскажем, что с ним делать. И, конечно, вот эту вот кормушечку интересную, про нее бы тоже рассказать. Я тут вот, пока мы разговариваем, пытаюсь слепить кормовой шар. Оля, а вы делали такие вот шары? Я вот до сегодняшнего дня... Ну, честно говоря, нет. Вот даже, знаете, как-то не очень эстетично показывать. Но смысл в том, что из зерновой смеси такой катается, слепливается шарик. Слепливается он при помощи мучного клестера и меда. Потом вы этот шар вот так вот сформировали, подсушили в духовке, привязали его красиво к какой-нибудь ниточке и на этих ниточках развешали на деревьях. Получается и красиво, и вкусно. Но, наверное, это получится у того, кто это все-таки доведет до конца. У меня пока не очень как-то получается. Артем, что у вас с кормушки? Подвесить, засыпать. А для чего вот эти вот домики? Ой, не домики, крышечки наверху. А просто так, они могут быть, могут быть, не быть. Ну, чтоб снег не засыпал. В общем-то, их функциональное назначение. То есть это просто... Да. Подвешивать лучше или фиксировать жестко, например, в березе? Подвешивать. А то, что она качается? Это не пугает, да? Всех остальных не нравится им. Так. У нас тут появились комментарии. Знакомые завели кормушку. Синички-воробьи стали прилетать, а на них стали охотиться ястребы. Бывает такое? Действительно, ястреб-перепилятник у нас зимует, в частности, на территории Екатеринбурга. Встречается как на пролете, так и во время зимок. Да, действительно, это его нормальная жертва. То есть получается, что мы люди, мы начинаем подкармливать какие-то виды птиц, а подкармливаем их, по сути, откармливаем для тех, кто ими питается. Так? Все в природе построено на цепях питания. Кто-то кого-то ест. Кто-то кого-то ест. Артем, а вот что можно сказать о животных в лесу? То есть сейчас очень много людей живет в какие-то коттеджи, загородные дома. И, естественно, вот это вот чувство, самаритянское чувство пойти спасти какую-нибудь косулю, подкормить каких-нибудь кабанов. Можно это делать? Нужно это делать? Если можно и нужно, то как? Во-первых, зачем? Спасти не от чего спасать. В охотничьих хозяйствах ведется подкормка охотничьих видов животных. Во-первых, для того, чтобы они держались на территории охотхозяйства, было кого стрелять. Во-вторых, чтобы они хорошо призимовали, дали потомство и опять-таки было кого стрелять. То есть, опять же получается, что... Кроме того, значит, они кроме того, чтобы подкормку ведут, они еще и следят за этими кормушками. Потому что животные, особенно во второй половине зимы, к таким салонцам, кормушкам натаптывают тропы. Если там нет жесткого контроля, не стоит и не охраняет мужик с ружьем, значит, появляется масса желающих поставить на этих тропах петли, ножи. То есть, вот это мы и делаем браконьером. В общем, мы подкармливаем для них животных. Да, подкормив, сделав точку, увеличив численность на какую-то... То есть, можно пойти на рыбалку и посыпать плевушку. Да, да, да. Дяденька придет и отстреляет то, что ему надо. Вот и все, на прикормленное место. Поэтому, если уж беретесь, значит, кого-то подкармливать, то и контролируйте вокруг. Это тут очень интересное такое сообщение. У нас во дворе прикормлены синицы, воробьи и голуби. Когда я выхожу гулять с маленьким ребенком на коляске, птицы садятся прямо на коляску. Это не опасно? Кормить птиц сам не пытался, они меня путают с соседом. Не очень, видимо, сосед кормит. Птицы такие, как, скажем, голуби, в частности, являются разносчиками заболеваний орнитоза, аспергиллез. И орнитозом, тем же, от которого очень сложно потом излечиться, можно заразиться, пройдя через стаю взлетающих голубей. Так что, друзья, не надо ходить через стаю взлетающих голубей. Оля, вообще, может быть, как-то действительно не надо кормить птиц в городе? Можно провести вот эту зависимость от того, подкармливать или не подкармливать, увеличивается ли численность диких птиц в городе? Потому что очень многие люди, например, не рады стаям голубей, которые вблизи домов, и на окнах, и на балконах. Ну, опять же, как я сказала, я придерживаюсь того мнения, что подкармливать синиц, остальные все справятся сами. Что касается голубей, вот уток в последнее время модно стало подкармливать, когда они еще держались на пруду на городском, и у нас в Харитоновском парке. То есть бросают им хлеб, утки, естественно, радостно за этим хлебом бросаются, там такие драки, дети в восторге, всем нравится. Но, опять же, избыток вот этого корма, он привлекает же не только птиц. Лично мне доводилось наблюдать вот на сети в парке Маяковского. В парке Маяковского очень много крыс. Много крыс, да они откуда-то там появились. От того, что мы раскормили. Да, то есть люди, булку хлеба, приходит одна семья с булкой хлеба, вторая, третья, четвертая, там их неизвестно сколько проходит, весь хлеб этот остается, естественно, привлекает. В общем, получается, что человек очень сильно нарушает вот эту вот естественную экологическую цепочку. Вот вопрос, очень актуальный, куда пропали снегири? Они никуда не пропали? Никуда не пропали. Снегири сверистели, то есть... Есть, никуда не деваются. И сверистели, и снегири, и снегири... Нет, у них, конечно, идут колебания численности. Но все в пределах нормы. Нет, у них вообще очень интересно у сверистелей, то есть численность увеличивается, 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 потом мигрируют стаи, стаи, значит, летят куда-то даже в Казахстан, обратно не возвращаются. Это вот история как с леммингами. Ну, в общем, кто-то улетел, кто-то не прилетел. Да, куда-то, так сказать, не возвращенцы. У нас тут еще один вопрос. Потом снова начинается. Кто такие летают? Больше синиц, желтая полоска по хвосту и хохолок? Сиристели. Это вот они и есть. Ну, мне кажется, сверистели очень такие вот птички заметные. Оля, буквально вот в завершении нашего разговора вот эту кормушечку вы нам не рассказали. Да. Во-первых, кусочек сала покажите. Сало обязательно. Вот самая простая кормушка, потому что сало достаточно калорийный корм с синицем, вот то, что нужно. То есть подвязываем на нитку два кусочка сала и просто забрасываем на ветку. То есть сало кусочек... Или на форточку. Да, ну, некоторым людям не нравятся птицы на подоконнике, поэтому я забрасываю на дерево. Хорошо. Вот эта кормушка. Так, а вот эта кормушка привезена из Англии, и вот англичане на деревьях развешивают такие конструкции. И аналог вот этой на самом деле. Друзья мои, ну я думаю, что мы не хуже, чем в Англии. Мы вполне себе можем позволить сделать такие, в общем-то, несложные кормушки. Туда также насыпаются семечки и орехи, и синица, садясь на вот эту кормушку, она клювом своим скалывает на большие кусочки. Но вот отсюда точно ни голуби, ни вороны не доберутся. Еще один вопрос про воду. Нужна ли вода птицам зимой? Нужны ли какие-то поилки? Или они снегом питаются? Ну, в литературе я нигде такого не встречала, что вот с правилов подконки надо ставить поилки. Просто, штудируя эту тему, я где-то вот услышала, что вроде бы птицам нужна вода зимой. Нужны какие-то вот отапливые поилки. Но вот опять же дикие птицы, они где зимой в лесу воду берут? Все понятно. Спасибо вам, дорогие друзья. Я надеюсь, что наши сегодняшние советы всем помогут не только людям, но и птицам. Ну а я предлагаю вам посмотреть, что думают горожане о том, как помогать птицам зимой. Каждый день на дерево напротив моего окна прилетает неизвестная мне птичка. Я подкармливаю ее семечками и крупой. Каких еще странных птичек видели в городе наши горожане и подкармливают ли они их? Это свинечки, снегири есть даже попадаются, воробни наши. А вы их подкармливаете, кормушечки делаете? Ну, хлебушка бросаем, бросаем хлеб по крупу. Когда есть с собой, когда есть время свободное, хлебушка. Можно из пакетов делать, который вот этот рапак, например. Можно просто с фанерки, с бортиками, крыша делается, стоечки. Нет ничего, вороны, сороки, а все остальное. У меня лоджия, они находят, залетают, в квартиру даже залетают. Бывает, у меня там рядом голубятня, сосед держит, очень ему нравится. Я ему там иногда всегда подбрасываю, то ли из окна, то ли туда прямо нашу. Я люблю птички. Из банок, из бутылок, вот это, просто кормушки так вот. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, что вы все посмотрели о том, как можно помогать птичкам. И на самом деле, вот я все-таки считаю, что любая помощь должна быть разумная. Если вы помогаете, всегда представляйте о том, каковы, ну так скажем, побочные действия. Раскормить популяцию до какого-то невероятного размера несложно. А вот как потом с этим справляться, в общем-то, это уже вопрос. Как и вопрос о том, как справляться с очень большой численностью бездомных животных на улицах города Екатеринбурга. У меня вот уже в студии появились новые гости. Ирина со своим, ну не своим, да, это кандидат, кандидат на пристройство. Вот, и... Лариса. Лариса, да. Лариса, у вас кто? Это кот Яша. Кот Яша. Ну давайте начнем с котика. Все, давайте. Расскажите его историю, что там произошло, как он вам попал. Это вообще, как бы, жуткая такая история. Я вот первый раз столкнулась с такой историей, потому что многие выбрасывают, заводят котят, котята вырастают, что-то там начинают драть. Шторы, мебель. Ну, неугодные. Может быть, кто летом приучены. Причина. Взяли поиграть, а потом поняли, что сложно. Да, здесь причина жуткая была. Женщина, довольно-таки, может быть, она узнает, кстати, своего питомца, довольно-таки преклонных лет, она принесла в клинику его усыплять. Здорового совершенно котенка. Потому что он кусается и царапается. Ну, все, потому что он котенок, он, конечно, играет. Вот. А на улицу выбросить, она понимает, что жалко, что он погибнет. То есть умом-то она понимает. То есть такая вот странная гуманность. Странная, очень странная гуманность. Вроде как выбросить жалко, а усыпить, то есть принять решение за, в общем, высшее. Очень странно и очень странно, что дело в том, что тысячи, я, может, даже не ошибусь, если миллионы, заводят животных, маленьких, только для того, что они, ну, милые. Пока маленькие. Да. Как вы говорили, у меня один знакомый, оставались бы вы котятами, я завел бы вас целым в окне. Это ошибочно. Но котята вырастают, котята вырастают. Лариса, давайте вот, покажите, покажите лицом. Вот мы ищем новых хозяев. Лицом, возраст. Возраст ему сколько? Ему семь месяцев. Семь месяцев. Не больше, не больше. Он совсем-совсем маленький. Совсем-совсем маленький. И совершенно, оказывается, не игручий до такой степени, как женщина его представила. Ну, а сейчас, сейчас он немножко напуган. Довольно-таки. Ну, он так спокойный. Он спокойный, очень нежный, очень-очень ласковый. Приучен он к лотку. То есть, друзья, вот если вы хотите завести себе друга, совсем не обязательно обращаться в клубы, покупать какого-то супердорогого и суперпрестижного кота. На самом деле, друг, ну, вот размер дружбы, он не исчисляется количеством денег, которое отдано, а не количеством каких-то статусов и титулов. Любой, даже вот такой, в общем, ну, может и дворняжка, может и не очень породный котик, может стать именно тем существом, которое поможет вам справляться с какими-то собственными невзгодами. Ну, а вы поможете вот этому живому существу. Лариса, куда обращаться? Где, вот, если кто-то захочет все-таки усыновить этого питомца? А, усыновить мы оставим контактный телефон. Контактные телефоны будут у нас. Пожалуйста, вот на сайте можете задать вопрос, прислать нам свою заявку, скажем так, на этого котика. И мы обязательно расскажем, где и как его можно получить. И еще маленькая ремарка, я просто хочу сказать для всех, что усыновлять животных, не маленьких, а вот таких уже подростков до года, намного лучше. Потому что они уже приучены, и они уже успокоившиеся. Успокоившиеся в каком смысле? В каком плане? Что-то они меньше дерут, меньше пакостят. Меньше пакостят. Да, потому что у них уже сформирован спокойный характер. Все понятно. У нас тут вот еще одна вот претендентка, прямо вот она рвется. Возьмите меня, возьмите. Давай, запрыгивай. Рассказывайте. О, я тоже хочу на ручки. Привет, привет, милая. Белла тоже хочет на ручки, хочет к хозяевам. Да, это девочка Питбуля. Вот я сразу буду показывать фотографии, какой Белла была до того, как она стала вот такой веселой, счастливой, упитанной достаточно собакой. Так, покажите нам, пожалуйста, картинки. Можно ли вывести их? К сожалению, фотографий нет, но вот можете мне поверить, это была очень-очень худая собака. Рассказывайте историю. Да, они собаку нашли в июле этого года на улице, то есть было совершенно истощение, собаку было видно, что недавно родившая, где щенки, непонятно, то есть это было много молока. Но это абсолютно породистая собака, я так понимаю. Это абсолютно породистая собака, клеймёная все, да. Даже с клеймом. Даже клеймёная мы знаем, кто заводчик, кто предыдущий хозяин. Даже так. Да, но было принято решение, значит, с июля хозяин не объявлялся, не звонил, хотя мы и предыдущих хозяев искали, у заводчика номер брали. Но хозяин объявился, нас, наверное, месяц назад и попросил вернуть его собаку. Через полгода, когда мы собаку восстановили полностью, откормили, выпролечили полностью, поговорив с заводчиком, узнав более подробнее об этом человеку, то есть решение было принято не возвращать. Не возвращать. Друзья, вот на самом деле собака достаточно серьёзная, порода достаточно серьёзная. И я думаю, что если кто-то решится взять собаку этой породы, надо всё-таки подумать о том, как с ней справляться, как её воспитывать. Ирина, я думаю, вы меня поддержите, что далеко не каждый может взять... Тут зависит от того, во-первых, готов ли человек ходить к кинологу. В принципе, эта собака беспроблемная. У нас она уже была пристроена в семью с тремя детьми. Самому меньшему было три годика на тот момент. По сложившимся обстоятельствам, по личным, люди нам её дали, но за три месяца проживания у них дети были в восторге. То есть, когда мы приехали её забирать обратно, истерики были, и женщины, ну, все хотели оставить, но сложились обстоятельства. Собака к людям, к детям, ну, просто идеально. Не только кусачи, но собака бывает такой, какой у неё хозяева, какие владельцы. Какой воспитает. У нас тут вот на сайте появились вопросы. Знакомые подобрали котёнка на улице, теперь все болеют какой-то штукой непонятной, которая от кошек передаётся. Страшно же просто с улицы брать. Ну, действительно, кошки тоже... Что? Нет, ну, на самом деле, кошки переносят заболевания. Есть такие болячки, как ламидиоз, как стригущие листочки. Не озвучена болячка. Ну, здесь не озвучено, я так думаю, что это вообще общий вопрос. Могут ли животные, действительно, с улицы животные, да и не только с улицы, даже домашнее животное может быть возбудителем таких заболеваний, как ламидиостокса, плазмоз, глисты, те же самые банальные, это тоже всё есть. Но всё это лечится, всё это проверяется, а самое главное, что животное, которое пристраивается посредством добровольцев, таких вот энтузиастов, эти животные все здоровы, привиты и тут уже можно быть... Стерилизованы. Стерилизованы, кастрированы, можно быть уверенным, что от этого животного никаких неприятностей не будет. Тут вот про котик, а котик какой милашка, а какие требования вы предъявляете к будущим хозяевам? Только подписание договора, и договор у нас, да, что мы отслеживаем животное первое время, но пункты у нас в договоре очень хорошие, даже для тех, кто берёт этих животных. Потому что если животное не устроило, они могут обратно отдать. Всё понятно. Даже если что-то вот не сложится, ну как это, отношения не сошлись характерами, это животное всё равно остаётся под контролем. Я думаю, что и с собаками та же самая ситуация. Да, у нас ещё также, плюсом у нас рекомендации по корму идут, если собака аллергична, всегда занятия с кинологом со скидкой для наших собачек, которые пристраиваются. То есть, друзья, если вы решите совершить, в общем, очень благой поступок, вам помогут, честное слово. Дорогие друзья, у нас вот на самом деле подходит время моей программы к концу. Не забывайте, адрес нашего сайта екбург.тв, адрес скайпа етв, нижнее подчёркивание ТВ. И у нас на сайте вы можете смотреть онлайн-истории из зоопарка о том, как ведут себя, как ведут себя сурикаты и кто у нас ещё, где у нас сурикаты, лемуры и трубкозубы. Всё это вы можете увидеть, потому что днём в зоопарк прийти интересно, но что происходит с животными ночью, это может увидеть далеко не каждый. А у нас на сайте вы это сделать можете. Спасибо вам, девушки.